итак на виде доработка вот такой люстры доработка в плане того что вот эти корпуса как видите вот здесь есть такой разрыв который не очень красиво смотрится его будем заклеивать просто клей об обыкновенным цианакрилатным теоретически можно но он не заполнит полость не идеально ровной поверхности мы сегодня будем склеивать интересным клеем ультрафиолетового отверждения подойдет потому что смотрите склеена он покрашен изнутри здесь снаружи он прозрачный поэтому с этой стороны будем светить ультрафиолетом где взять ультрафиолетовую лампу я вам тоже расскажу но и сейчас переходим вот я уже снял один плафон задача совместить обезжирить убрать пыль обезжирить тут поверхность использовать будем вот такой клей смотрите адгезив ну как бы ультрафиолетовый клей для пластика отверстие это вот можете узнать это обыкновенный обыкновенная лампа для ногтей которые используют мастера для которые занимаются маникюром если у вас есть кто-то из знакомых просто спросите а есть у них выкидывают ну потому что они еще работают все допустим я включаю все светодиоды работают кстати вот один один вот не работает мы это на скорость не влияет просто они немножко садятся и уже не выдают столько мощности сколько их меняют мне достался бесплатно значит что необходимо как обычно мы намазываем клеем из прозрачной стороны вот так я здесь была закрытая крышка я просто прорезал и теперь я могу просто вот так вот поставить и она отвердится очень быстро причем обезжириваю я обыкновенным 646 так обыкновенный растворитель 646 647 650 есть у нас в магазине просто именно меня интересует именно торцы больше ничего чисто торцы вот еще почему речь идет о таком способе или о таком клее потому что если допустим начну клеить цианокрилатным клеем тоже возможно но у меня во первых здесь есть зазор который нужно выбрать во вторых как видите мне нужно не только прижать но и одну сторону немножко подогнуть потому что она так немножко пропеллером идет это пойдет время сейчас 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 намажу при прислоню выровняю поставлю как мне нужно если не поставлю на ультрафиолет вообще никогда не застынет только если на солнце не попадет тогда какое-то застывание будет поэтому можете не бояться того что там у вас какая-то это вот я резиночку взял у жены спортивная и спортивную резиночку и так пермабонт я могу на одну сторону положить и этого будет если если достаточный слой то в принципе этого будет достаточно теперь я соединяю и все я теперь смотрю смотрю ровно включаю ультрафиолет ставлю и на несколько минут оставляю оставляю там на 5-10 минут и посмотрим насколько хорошо за это время схватится итак пришло минут прошло минут десять я выключил свет чтобы было видно как происходит отверждение включаю свет сейчас посмотрим что произошло на что хотел обратить внимание что с этой стороны уже все застыло просторочная сторона и уже тут все отлично а вот с этой стороны нам в принципе не нужно было то что попало за за закраску тоже сверху на краску и через краску ультрафиолет не прошел и поэтому то что вот на краске сверху здесь он такой свежий не не застывший а тут все застыло вот такое свойство клея очень удобно здесь все на английском но однако везде акрилаты написано поэтому так называемый акриловый по характеристикам сможете посмотреть в интернете ну и ссылку на клей я поставлю а это же акриловая оргстикл а это акриловый клей они родственники и поэтому конечно приклеивается очень хорошо ну и естественно приклеиваются акрил к акрилу акриловый клей хорошо клеит акрил ну вот так скажем ну вот с правой стороны это заклеенная заклеенный плафон с левой стороны еще не заклеенный можно видеть разницу так это выглядит наверное там я не захотел стереть клей наверное все таки нужно его немножко подрезать под телитель и потом подкрашивать ну вот так это выглядит поэтому повторяйте удобно ну я уже сказал что как изготовить самостоятельно она зажигается с помощью пульта у меня на канале есть видео полностью пошагово как все изготовить самостоятельно ну а цвет наверное можно и разный иногда кто-то делает ярко-красный тогда ее отчетливо видно увидимся на канале вот так вот и Продолжение следует...